В этом видео мы покажем пошагово, как правильно установить парник, сделанный по нашей технологии. Как только сойдет снег и земля достаточно подсохнет, воронуем. Одновременно с закрытием влаги вносим комплексное минеральное удобрение из расчета 4 кг минерального удобрения на 100 квадратных метров. Это основное внесение, которого хватит и для выращивания весной рассады, и для последующего выращивания овощей на месте парника в течение лета и осени. Через один или два дня, если позволяет погода, начинаем установку парника. При массовом выращивании рассады удобнее это делать на одном и том же месте. Поэтому на парниковом участке тропинки у нас уже готовы, осенью мы их не перекапываем. Так мы сокращаем время на подготовительные работы весной. Дело в том, что тропинки должны быть либо на одном уровне сосевшей почвы в парниках, либо даже немного выше, чтобы при поливах не было больших луж на тропинках. И готовить такие тропинки ранней весной, особенно при больших объемах работ и на фоне других срочных дел, было бы неуместно долго. Первым делом уточняем границы парникового участка по ширине и длине с помощью линейок и колев со шнуром. Ширина сдвоенного парника от 2 метров до 2 метров 40 сантиметров. Длина на полметра короче длины пленки с каждой стороны. Парник должен быть ровным не для красоты, а для удобства работы с рассадой. И чтобы пленка была хорошо натянута, по возможности без складок. В криво поставленном парнике полиэтилен сильнее хлопает на ветру и в сочетании с дождем забивает глубже дуги. Еще больше ослабляет натяжение и повторяющимися рывками постепенно вытягивает коле из земли. Лучше сразу установить парник ровно, чем потом мучиться. Это важно. Проводим глубокое рыхление. Рыхлим на глубину около 10 сантиметров. В этом слое почвы располагается основной объем корней рассады. Затем отмеряем на краях участка по длине от 30 до 50 сантиметров для придавливания полиэтилена камнями. И размечаем места установки дуг. Метки проводим через 1 метр. Дальше натягиваем средний шнур и проводим среднюю линию. После чего убираем средний шнур, чтобы он не мешал нам в дальнейшем. И распределяем дуги с обеих сторон по длине участка, примерно напротив меток. Далее втыкаем дуги одним концом в точках пересечения меток и шнура вдоль тропинок. Глубина вставки приблизительно 25 сантиметров. Точное выравнивание глубины вставки дуг для хорошего натяжения полиэтилена делается позднее. При первом же закрывании парника после посева семян. Затем втыкаем в противоположные концы дуг вдоль средней линии. Примерно напротив меток и с зазором между проволоками около 5 сантиметров. Зазор необходим, чтобы складывать в него пленку при открывании парника. При недостаточном зазоре полотно парника лежит высоковато и мешает поливать землю за ним. Втыкая концы дуг вдоль средней линии, мы стараемся вставить ногу в места, где будут вставляться двойные колья. Плотная земля лучше держит колья. Если у вас слабая гибкость, для удобства просто протопчите узкую тропинку на ширину стопы по всей средней линии. И работайте с нее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дальше разворачиваем и расправляем полотно парника вдоль тропинки. Слегка натягиваем и прижимаем концы камнями. При слабом ветре лучше это делать с той же стороны от парникового участка, откуда дует ветер. При сильном ветре лучше дождаться более подходящей погоды, чтобы не порвать пленку. После этого вставляем предварительно выровненные бортовые проволоки. Для нового полотна просто толкаем проволоку насколько получается. Если парник очень длинный, протягиваем и складываем пленку гармошкой. Для уже не нового полотна с дырками для колев на дырявых участках проволоку аккуратно направляем. В остальном все точно так. Разворачиваем полотно взявшуюся за портовую проволоку через пленку и укладываем на дуги. Дальше кладем среднюю проволоку, предварительно уложенную вдоль одной из тропинок. В середину парника натягиваем вдоль средней линии пленку и проволоку. Складываем полотно пополам, перекидываем одну половину сверху на другую. При слабом ветре складываем туда, куда дует ветер. О сильном ветре я уже сказала ранее. Когда сильно дует, нужно либо больше людей, либо подождать подходящую погоду. Затем мы выравниваем пленку и среднюю проволоку так, чтобы с обеих сторон участка они выступали за дуги приблизительно на одинаковую длину. Далее втыкаем двойные коле для закрепления средней проволоки к земле. Эти коле ставятся один раз на все время эксплуатации парника за сезон. Поэтому делать это лучше как можно надежнее. Заглубляем коле до упора и обязательно под углом около 45 градусов к плоскости участка. Для нового парникового полотна совмещаем хорошо видимый производственный сгиб пленки с проволокой. И протыкаем отверстия примерно на середине расстояния между дугами. Для старого парникового полотна отверстия уже будут. По ним и ориентируемся. На этом этапе есть важный момент. Втыкать коле необходимо последовательно, через каждый метр, двигаясь от одного конца парника к другому. Причем на каждом метре нужно аккуратно натягивать и проволоку, и пленку. Без складок полиэтилена и выгибания проволоки дугой в сторону от средней линии. Затем складываем парник. Для этого сдвигаем парниковое полотно вдоль дуг к середине и даем ему свободно соскользнуть зазор между дуг. После чего прижимаем пленку с проволокой на краях участка камнями. При таком способе полотно не поднимают высоко и ветер менее опасен. В сложенном виде парник без проблем выдерживает сильный ветер. Боковому издуванию препятствуют дуги. Подъему вверх препятствуют камни. Закрывать парник лучше в безветренную погоду или при небольшом ветре. После посева семян, полива или других операций закрываем парник. Если ветра нет, набрасываем на дуги обе половины полотна сразу. Либо сначала одну, а затем другую. После этого подгоняем глубину вставки к концов дуг так, чтобы пленка была хорошо натянута. Это важно для устойчивости парника к сильным ветрам. И особенно к ветрам в сочетании с многодневными дождями. При продолжительном ненасти, периодически проверяем натяжение пленки. Если необходимо, корректируем дугами. Далее втыкаем коле, чтобы прижать бортовую проволоку к земле. Коле вставляем обязательно под углом около 45 градусов. Так надежнее. Так же, как и при вставке двойных коле в посредней линии. Протыкаем пленку примерно посередине между дугами. В следующий раз ориентируемся по готовым отверстиям. Завершение. Прижимаем пленку на торцах парника к земле камнями. Масса одного камня примерно от 4 до 5 килограмм. Для прижатия пленки напротив каждой крайней дуге достаточно пары таких камней. Можно брать и больше камней, и меньше. И даже более легкие грузы. Но общий вес должен быть примерно тем же или выше. Это особенно важно, если ожидается сильный ветер. Каждый год разная погода. Лучше ориентироваться по обстановке. Кстати, если нет подходящих камней, можно даже просто нагрести на пленку побольше влажной земли. Это не слишком удобно. Но как вариант вполне можно использовать. Например, если не требуется открывать парник слишком часто. Камни же удобнее. Вот и все. С вами были Евгения и Татьяна Гордеева. До новых встреч, друзья!